Чили, Япония, Мексика, Англия, Камбоджа, Австралия, Коста-Рика в списке более 20 стран, в которых уже побывали пермики Мария и Никита. Последний тур – январь этого года. Иран – абсолютно дружелюбная и гостеприимная мусульманская страна, говорят путешественники. Невозможно пройти по Ирану, чтобы тебя не пригласили домой как минимум пообедать, а как максимум пожить несколько дней. Мы сами с этим столкнулись. Люди очень открыты, очень доброжелательные. Для них просто счастье и радость увидеть гостя в своем доме, поговорить с ним, узнать о том, как живут в другой стране. Свой отпуск молодые люди планируют заранее. Вместе выбирают страну и ждут выгодных предложений для тура. Есть замечательный ресурс, который называется «Пираты». Его адрес – pirates.ru.com. И это интегратор новостей, которые собирают и рассылают данные о акциях, распродажах, о пиратских тарифах и о горящих турах. И очень часто там выкидывают такие билеты, как, например, из Москвы в Австралию за 20 тысяч. Или вылет завтра на Гуа за 10. И если ты морально готов к тому, чтобы собрать чемодан за 2 часа, то почему нет? Еще один незаменимый интернет-ресурс для планирования самостоятельных путешествий – couchsurfing.com. Суть в том, что на этом сайте ты можешь найти местных людей, которые готовы с тобой встретиться, как с путешественником, показать свою страну, показать свой город. Возможно, они готовы разместить тебя, переночевать у них дома. И это именно тот способ путешествия, который показывает тебе страну изнутри. Весь тур пермики разрабатывают самостоятельно. От получения виз, если требуется, до покупки билетов, бронирования отелей, способов перемещения внутри страны и так далее. Их первое самостоятельное путешествие в Италию. Затем была Америка. Мы сами получили визу, сами ездили в Екатеринбург, заполнили все анкеты, оплатили пошлины, не пользуясь никакими услугами разных визовых центров и прочих турагентств. Сами, опять же, Маша придумала маршрут. И на неделю мы слетали в Америку. Мы начали ставить галочки по интересующим нас городам. Путешествуют пермики налегке, с рюкзаками за спиной. Так экономят до четверти на перелетах. Ездить стараются в межсезонье. Летом, во время туристического сезона, цены на все взлетают в два раза. В год Мария и Никита успевают отдохнуть как минимум два раза. Плюс всегда продуктивно используют майские и ноябрьские выходные. Сейчас готовятся к поездке в Индию. Мы просто стараемся экономить на каких-то расходах. Мы не снимаем квартиру, ограничиваем себя в шопинге в пользу впечатлений. Как говорится, какая разница, сколько лет твоим кедам, если ты ходишь в них по Парижу. КОНЕЦ